Добрый день, уважаемые посетители информационного портала Уллправда.ру. Вы смотрите программу 100 вопросов и сегодня с нами начальник управления по охране объектов культурного наследия Шарпудин Хаути. Шарпудин Мулеевич, здравствуйте. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными, главное искренними. Вы готовы? Готов. Есть ли такая страна, Шарпудин Мулеевич, чье культурное наследие приводит вас в трепетный восторг или город? Наверное, я отвечу, что для меня эта страна является Россией, потому что Россия уникальная страна, как и по площади, которую занимает, так и по своему уникальному культурному наследию. И у нас есть, что посмотреть, у нас есть, что и, скажем так, чем гордиться каждому, причем субъекту Российской Федерации. А есть ли место или памятник Ульяновской, Ульяновской области, которому вы питаете особую любовь? Я догадывался, что вы зададите мне этот вопрос, но, наверное, это, скорее всего, вот главный корпус здания УГУ на Льва Толстого. Это одно из, на мой взгляд, самых красивейших зданий. У нас много, на самом деле, в Ульяновске очень красивых зданий, но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что там не только сохранился интерьер, не только сохранилась сама архитектура, но и самое интересное, то, что сохранился внутри, там мебель, которая была банка, которая как изначально планировалась еще архитектором. И поэтому, мне кажется, вот этот уникальный объект, и он достоин больше. Я думаю, что сейчас мы будем прорабатывать вопросы о присвоении статуса этому зданию как статус памяти к архитектуре федерального значения. Скажите, пожалуйста, не знаю, насколько корректен вопрос, сколько в Ульяновской области памятников, объектов культурного наследия? 2120 объектов культурного наследия. Это, если мы считаем вместе с памятниками археологии. У нас это не так уж и много, если говорить о масштабах всей страны. Конечно, если в соседней республике Приворского округа Башкортостана их там насчитывается порядка 5-8 тысяч, то у нас сравнительно, скажем так, цифра 2120, это не означает, что это мало. У них в Башкирии больше памятников археологии, но меньше архитектуры. У нас, соответственно, больше архитектурных памятников, но меньше памятников археологии. Поэтому эта работа, которая системная, она должна вестись. Я думаю, что постепенно это, скажем, количество этих объектов будет увеличиваться. Не уменьшаться? Нет. Это важно. Шарпудин Маулевич, в каждой профессиональной сфере есть свои достижения. Создать лекарства от рака, предположим, стать учителем года. Что вы считаете своим высочайшим достижением? Вопрос, конечно, тяжелый, глубокий. Но, вы знаете, тяжело оценивать само себя, свою работу. Я думаю, что работу должны оценить те люди, которые на самом деле работают в этой сфере и, наверное, те же горожане, которые живут в этом городе. Понятное дело, что все вопросы разом не получится решить. Эта команда, которая работает сейчас, их 8 человек, по сути дела задействована на всех этих двух тысяч памятников. Это претензивная исковая работа, это обращение в суды, это привлечение к административной ответственности, это рассмотрение проектов. Я не буду сейчас все это бесконечно, можно об этом говорить, но я считаю, что у нас был очень успешный опыт воссоздания утраченного памятника Александру II в селе Белый Ключ, Сурского района, когда-то стоял памятник императору. И жители села помогли нам определить примерное место, где был он, скажем так, закопан, и тогда еще привлекали волонтеров, и смогли восстановить, найти этот педестал, и по чертежам, которые мы запросили из Санкт-Петербурга, восстановить тот памятник императору Александру II. Сейчас это, как бы я могу сказать, что это является одна из визитных карточек, вот, значит, для туристов, по крайней мере, в Ульяновской области. Сейчас, проезжая на трассе на сторону Сурского, можно его наблюдать на белом раморе. Я думаю, что вот только это один момент, но для меня он был очень важен, потому что велась очень огромная работа по поводу, по поиску всех архивных материалов. Это бесконечная консультация с архитекторами, причем из Санкт-Петербурга, из Москвы, работа со скульпторами. Но я считаю, что нам удалось повторить этот опыт и в год 150-летия со дня отмены крепостного права России 19 февраля 2011 году открыть его в селе Белоключ. Ну и приятно, что вот такой памятник сохраняется, но и в дальнейшем мы планируем вообще на всех вот этих федеральных трассах установить соответствующие информационные дорожные указатели на объекты культурного наследия, чтобы они не просто числились в реестре, а они должны быть посещаемы и туристами, и в том числе уроженцами Ульяновской области, жителями города и области, для того, чтобы они знали больше свою историю. Красивая задумка. Шарпудин Мауливич, как вы, юрист, с блестящими показателями пришли к культурному наследию? В стечении обстоятельств. Во-первых, я работал, как начинал работать, юрист-консультом на предприятиях, это было в Воронеже, потом работал уже преподавателем в университете в Воронеже, потом работал в прокуратуре Самарской области, и после того, как ездил уже в Министерство культуры Российской Федерации на согласование, когда назначался здесь на должность председателя комитета по культурному наследию Ульяновской области, конечно, было интересное направление, но оно было для меня непонятное. Но, вы знаете, вот, чем больше работаешь в этой работе, тем она и становится для меня, по крайней мере, интереснее. Я много узнаю, по крайней мере, в этой работе, для себя много, и с точки зрения истории области, с точки зрения истории поселений, сел. И, конечно, эта творческая работа намного интереснее, но юридическая работа, она важна в том, той части для того, чтобы навести порядок в этой сфере. Земля в городских центрах очень высоко ценится, и Ульяновск не исключение. Скажите, насколько наглые, неудержимы и, может быть, беспринципны бывают бизнесмены в своем желании заполучить тот или иной объект или землю? Вы знаете, часто приходится слышать по этому поводу, что земельные участки в центре очень дорогая земля, что застройщики лоббируют свои интересы. Да, конечно, несомненно, такие моменты присутствуют, но, вы знаете, еще все зависит от культуры. Культуры того же бизнесмена, как вы сказали, того же культуры, того человека, который там собирается застраивать. По крайней мере, у нас были несколько случаев, когда собственник игнорировал требования, игнорировал общественное мнение и, соответственно, пытался построить многоэтажный жилой дом или еще что-то так далее. То есть эти моменты пресекаются. И хочу сказать, что в большинстве своем все-таки собственник земельного участка, кто хочет застроить, он, как правило, прислушивается к общественному мнению, к мнению, скажем так, администрации музея и заповедника родина Ленина. И я не готов сейчас сказать так однозначно, что у нас все нарушают поголовно такое законодательство, что пытаются застроить. Такие моменты есть, но они, как правило, как правило, все идут навстречу. Навстречу для того, чтобы сохранить некий облик города нашего. Потому что каждая улица, это каждая своя городская среда имеет свою красоту. И, конечно, очень тяжело. Бывают различные мнения и архитекторов, и историков, краеведов по поводу того, какой должен появиться там объект. И мы, по крайней мере, пытаемся сейчас найти баланс для того, чтобы это максимально соответствует облику того города и облику той улицы. Одно из печатных изданий нашего региона проводил опрос. Среди жителей Ульяновска. И только 10% опрошенных, а их было около, их было больше 200, ответили, что им нравится облик Ульяновска, и они считают его стильным. Остальные 90% были неудовлетворены. Как вы считаете, как вы можете прокомментировать это? Вы знаете, по крайней мере, я поездил по нашим российским городам, и мне есть с чем совмять. Ульяновск все, по крайней мере, мои коллеги отличают, отмечают, что на сегодняшний день это один из тех городов, в котором сохранилось, на самом деле, без лукавства, очень хорошо сохранилась застройка, историческая застройка. Понятное дело, что это надо сохранять. Понятное дело, не только его надо сохранять, но еще этим надо пропагандировать и заниматься популяризацией этих объектов культурного наследия. Территория не должна быть полностью музеифицирована, а территория не должна быть замкнута сама в себе. Об этой территории надо говорить, эта территория должна жить. И вот я могу рассказать, просто в других городах намного обстоят дела еще хуже, чем у нас. Поэтому, вы знаете, я не согласен с тем мнением, что у нас там хуже на 10%, или что ситуация там хуже становится. Ничего подобного. Вопрос другой, что многие объекты нуждаются сегодня в реставрации. Понятное дело, что реставрация требует огромных средств. К сожалению, мы сейчас наблюдаем такую тенденцию, по крайней мере, у себя в управлении, что видим, что каждый год с финансированием становится все меньше и меньше финансирования на ремонт и реставрацию. Вот каждый такой объект, он должен обследоваться раз в 5 лет. Необходимо вкладывать огромные деньги. Поэтому такая проблема есть. Вот для меня вот эта проблема самая такая больная. Потому что и тот частный бизнес, который владеет сейчас этими объектами культурного наследия, мы наблюдаем, что они сейчас эти объекты продают. И, соответственно, не в состоянии просто на сегодняшний день провести работы по их ремонту и реставрации. Вот для меня вот это, я считаю, самая основная проблема. Но она проблема не только у нас в Ульяновской области, она проблема по всей России. Недавно в сети вы сказали, что рассматривается проект, согласно которому объекты культурного наследия можно будет, или вы планируете продавать по цене за 1 рубль за квадратный метр. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Да, действительно, есть сейчас обсуждается, по крайней мере, такой законопроект. Где-то 3 года назад в Московом наследии выступила с инициативой, чтобы передавать объекты, которые находятся в собственности города Москвы, в аренду за 1 рубль за квадратный метр. Но вы знаете, в других субъектах Российской Федерации, в том числе в Ульяновской области, если мы сейчас начнем с вами сравнивать Ульяновск с Москвой, понятное дело, что это объекты недвижимости в разной стоимостной категории. Поэтому предоставление 1 рубль за 1 квадратный метр, он не реализовался у нас. Вот подход такой. Поэтому были когда на выставке архитектурная Москва, тогда просто я выступил с инициативой, чтобы, может быть, от Ульяновской области, чтобы рассмотреть такую возможность, чтобы не рассматривать, уже 1 рубль за 1 квадратный метр уже не действует. И это уже бизнесу неинтересно. И будущему собственнику неинтересно. А вот если рассмотреть продажи объектов за 1 рубль за квадратный метр с условием, что он обязан разработать проектную документацию, провести ремонтно-реставрационные работы. Но вот этот случай, я считаю, что наиболее оптимальный. Объясню почему. Потому что у нас сегодня много объектов, по сути дела, бесхозные. И они сейчас стоят, прошу прощения, заколоченные, стоят закрытые. Потом появляется пожар неожиданно, что-то там начинает гореть и так далее. И вот на мой взгляд, это еще один момент, который сейчас наблюдаем. Самое страшное то, что объект, когда культурного наследия, скажем так, не используется, уходит оттуда жизнь, уходит оттуда человек, объект начинает разрушаться. Поэтому у нас и было предложение рассмотреть возможность продать его 1 рубль за 1 квадратный метр. Считаем, что именно для российской глубинки эта тема самая такая больная. Я думаю, что и она будет востребована. По крайней мере, практически все муниципалитеты, которые были на этом конференции, поддержали вот такую инициативу, чтобы продавали объект 1 рубль за квадратный метр. Шарпудин Мулевич, кто-то из ваших коллег из экспертного совета назвал здание в историческом центре Ульяновска, здание, которое отнесено к памятникам культурного наследия, лживой архитектурой. Как вы относитесь к подобным высказываниям? Во всем надо руководство федеральным законом. У нас есть государственные аттестованные эксперты. Эти эксперты аттестованы Министерством культуры Российской Федерации, которые определяют историческую, культурную, архитектурную ценность. И вот заключение, которое они дают, для меня является действительно правовым основанием для того, чтобы считать архитектуру ценной, представлять данный объект историческую, культурную или архитектурную ценность и так далее. Но у каждого свое мнение. Я не готов сейчас, скажем так, комментировать архитектора, который высказывается по подобным вещам. Но я могу сказать, что те объекты, которые мы на сегодняшний день ставим на госохрану, я могу вам сказать сейчас, включили бывшие, наверное, знаете, здания Железнодорожного вокзала номер один на улице Железнодорожной. Память их советской архитектуры. Очень красивые здания. Я думаю, что, по крайней мере, мы провели уже экспертизу. Это здание мы включили в реестр. И включили в реестр на основании государственной историко-кульпурной экспертизы. Вот там эксперт провел нормальное исследование, сделал заключение, которое было для нас основание. А вот говорить о лживой, я думаю, что это немножко некорректно будет. Как вы считаете, какое из зданий современного Ульяновска, которое на сегодняшний день, естественно, не включено в реестр объектов культурного наследия, через 200 лет будет ярчайшим памятником? Тяжело так ответить на вопрос, потому что сегодня в Ульяновске строится много домов, жилых домов, многоквартирных домов, много торговых и офисных зданий. Может быть, спустя времени, когда будут потомки смотреть через года, скажем так, на ту архитектуру, ведь, по сути дела, архитектура — это что? Это культурный слой. Культурный слой 18-го, 19-го, 20-го, 21-го веков. Я думаю, что те люди, которые уже будут наши смотреть, они в праве будут тогда смотреть и судить, что на самом деле ценного осталось с нынешней эпохи. Вот для меня, по крайней мере, сейчас тяжело это ответить на этот вопрос, потому что многое мне не нравится, то, что сегодня уже построится. Мне нравится дом, который построен непосредственно позади гостиницы «Венец» из красного кирпича. Есть объекты, которые не свойственны, которые, соответственно, не характерны для старого Сембирска. Я имею в виду, я не совсем понимаю, немножко архитектура связана с шатровыми, какими-то конструкциями, которые не характерны для провинциального русского города. Город, который описывает Александр Сергеевич Пушкин в своих произведениях, той же «Капитанской дочке». То есть я к чему сейчас все это говорю? Потому что Сембирск все равно останется русский город. Поэтому чувствуется в последнее время какая-то чуждая архитектура. Поэтому здесь, конечно, есть проблемы. И, конечно, необходимо вот этот код, который был заложен, культурный код, архитектурный код, и он необходимо сохранять, особенно в центре. Я часто вижу вас в тренажерном зале, Шерпудин Маулеевич. Скажите, вы следите за собой? Или это дань моде? Или вы любите нагрузки? Дело даже не в том, что дань моде. Мне нравится, скажем так, хотя бы раз, две-три недели. Два раза в неделю или три раза в неделю. Просто по возможности, соответственно, заниматься спортом. Ну, по крайней мере, для меня основное, конечно, это плавание. Я занимаюсь плаванием в бассейне. Раньше это делал ежедневно, но в связи с тем, что сейчас по работе не всегда получается. По крайней мере, пытаюсь чередовать и бассейн, и, скажем так, спортзале. Вы всегда очень хорошо выглядите. Это комплимент. Кто следит за вашим имиджем? Наверное, я отвечу. Наверное, сам. Вы считаете себя модником? Как бы сказать, модником, наверное, нет. Просто каждый человек должен просто-напросто переходить, доходить до такого этапа, когда он переосмысливает. Переосмысливает свою жизнь, отношение к жизни, ставить цели, задачи. Вот, наверное, пришел, наверное, тот момент, когда настал именно тот момент в жизни, когда человек понимает, что что-то надо менять. И менять не только в своей работе, не только менять, а в обыденной жизни. Это человек должен развиваться во всем. Поэтому я бы не сказал, что это дань моди. Это просто попытаться, скажем так, найти что-то новое, интересное во всем. Как вы считаете, Шарпудин Мауриевич, не устарел ли тот постулат, когда мужчина должен построить дом, родить сына, посадить дерево? Нет, не устарел. Мне кажется, он сейчас наиболее актуальный, наиболее востребован. По крайней мере, то, что я сейчас вижу, нынешняя молодежь, по крайней мере, этот постулат не очень так придерживается к этому постулату. На мой взгляд, это наиболее, скажем так, может быть, это сила того, что я уже такой, там, скажем так, человек 70-х или 80-х, да, уже, может быть, у меня такие устои были, которые были заложены еще в Советском Союзе. Но, на мой взгляд, это нормальные принципы, нормальные, скажем так, те постулаты, которые были заложены, и этого надо придерживаться. Просто, конечно, сейчас наблюдаются, скажем так, совсем другие уже ценности, но это те ценности, то, чем мы должны стремиться. А как вы считаете, что, какие качества наиболее ценные в мужчине и в женщине для вас? Наверное, порядочность, ответственность, целеустремленность. Это я еще иду про мужчин. Я догадывалась. Что, ну, это, конечно, и касается и женщин. Женственность, если я еще иду, мы вам, по-моему, женщина. Вы считаете, что нынешнее поколение утрачивает? Вы знаете, утрачивается, к сожалению, постепенно все-таки у нас идет, скажем так, постепенно вот стирается то, что мы имели когда-то. А что выходит на первый план сейчас? Вот даже тяжело определить. Здесь какой-то запривычной вот нашей суетой, обыденностью мы начинаем терять те положительные какие-то моменты, которые были в истории наших предков. Отношения в семье, отношения к детям, это проявляется во всем. Как привить вкус детям? Наверное, это только должны заниматься, наверное, родители, по крайней мере. Только воспитанием, воспитанием и, соответственно, больше времени проводить с детьми. Шарпудин Маулевич, на сегодняшний день в адрес всех управленцев звучит установка зарабатывания отраслью для отрасли. Как обстоят с этим дела в области культурного наследия? У нас немножко другая сфера. У нас больше контрольная надзорная деятельность. Если отрасли другие, они занимаются действительно там привлечением, скажем так, средств для того, чтобы развивать это вот все. У нас немножко направление другое. Она направлена непосредственно на проведение проверочных мероприятий в отношении добросовестных владельцев исторических зданий. Ну, по крайней мере, вот наша попытка сегодняшний день, у нас есть одна идея для того, чтобы собрать все усадьбы, которые у нас есть, скажем так, сделать презентацию всех усадеб, которые есть на территории нашей области, предложить тому же бизнесу различные варианты размещения, что бы там могло находиться. Допустим, возможно, там санаторий, возможно, там, скажем так, там рестораны и так далее. То есть предложить на сегодняшний день бизнесу и, соответственно, объяснить, что они могут сделать. И, соответственно, объяснить, как бы продать им готовый продукт для того, чтобы они это здание заново его реанимировали и сохраняли. Вот, по крайней мере, такой проект мы планируем запустить в этом году и пригласить туда, в том числе, крупных инвесторов, для того, чтобы они посмотрели и предложить. Мы планируем пригласить туда не только, скажем так, инвесторов, но и хотим пригласить на это мероприятие наших коллег с Приворского федерального округа, чтобы они тоже презентовали свою усадьбу. Интересная идея. А как обстоят дела с благотворителями, меценатами? Есть ли они? Вы знаете, с благотворителями, меценатами обстоят дела, конечно, не так бы, как бы хотелось, но все равно в положительной динамике наблюдается. У нас идет ремонт, реставрация исторических объектов, культов, назначения исторических храмов. По крайней мере, такие сейчас у нас восстанавливаются храмы в Николаевском районе, Павловском районе, это в Чердоклинском районе. То есть такая поле уже как бы идет, уже население уже понимает и пробуждается, начинает, соответственно, принимать активное участие в общественной жизни. Села или землячество подключается. Очень приятно мне было как-то получить один раз сообщение непосредственно от жителей города Москвы, который заинтересовался восстановлением храма в Радическом районе. То есть и реально пытался, и делает проект, и сейчас пытается ремонтировать, реставрировать храм. Поэтому мы только будем приветствовать, и если такие объекты будут возрождаться, потому что если мы сами у себя порядок не наведем, никто за нас это не сделает. Вы бы хотели стать министром культуры? Нет. Что для вас семья? Расскажите о своей семье. У нас, у меня четверо детей, два сына и две дочери. Последний вот родился буквально четыре дня назад. Да вы что! Мои поздравления. Спасибо. Семья, я сам вырос в многодетной семье. Нас было, у нас есть три брата, три сестры. Я сам из старшей семьи. Ну и, скажем так, отец у нас всем нам дал высшее образование, направил учиться. И сейчас мы проживаем в разных городах. Но приезжаем к матери, как правило, летом. И с ними съезжается вся семья, с детьми. Ну и, конечно, бывает очень, скажем так, для матери это, конечно, приятно. В этом году тоже планируете летом? В этом году планируем в августе, да. С малышкой? Ну, да. Как вы назвали дочку? Аделия. Красивое имя. У вас есть хобби? Вы знаете, для меня на сегодняшний день, как бы вам сказать, это, наверное, спорт, это книги. Но то, на сегодняшний день, это то, что мне сегодня приносит. Что вы сейчас читаете? Вы знаете, я сейчас перечитываю русскую классику. В школе для меня было никогда не понятие Достоевски. Для меня это было тяжело. Что вам близко из Достоевского сегодня? Вы знаете, на сегодняшний день я вот просто-напросто очень проникся этим, на самом деле, выдающимся писателем. И я перечитал и братья Карамазовы, и бесы, и, в общем, идиот, и так далее. В общем, я теперь понимаю, почему человек-писатель, который на самом деле очень востребован очень сильно в Германии, и им восхищается этим писателем. Вообще, наша русская литература, она очень интересна. Я сейчас перечитываю Пушкина, вот с Достоевским сейчас закончу, для себя заново сейчас перечитываю Пушкина, и мне нравится и советская литература, и то, что было, и Шукшин, и Чембиса Этматов, то есть, по крайней мере, это те книги, которые на сегодняшний день, скажем так, для меня более интересны. А детям сказки читаете? Сказки они читают сами, вслух, как правило, каждый день они, когда возвращаюсь домой, и, соответственно, мы занимаемся тем, чтобы они мне, соответственно, вслух читали книги. По крайней мере, я пытаюсь прививать эту любовь к книгам, к детям. Дети оправдывают все ваши ожидания? Сложно сказать, потому что я сам воспитывался в школе-интернат. Мы с братом воспитывались в школе-интернат в городе Минеральной Воды. В русской школе нас как раз отец направил, поэтому у нас были хорошие учителя и воспитатели. Это была русская школа-интернат, где я воспитывался. И до сих пор я поддерживаю отношения с своими одноклассниками и с классным руководителем, который у меня был. Поэтому та база, которая была заложена на мне, в той части, что то, как с нами занимались, это кружки русского языка, кружки русской литературы. Конечно, это огромная благодарность моим учителям, потому что, на самом деле, я, может быть, сегодня мог бы так не состояться. И все это благодаря моим учителям. И я сегодня, по крайней мере, пытаюсь и детям своим, вот то, что было у меня заложено моими учителями, как раз приложить сегодня своим детям. Вы активны в соцсетях? Наверное, активны. Почему? Потому что... Иногда необходимо предоставлять достоверную информацию. К сожалению, в соцсетях и средствах массовой информации иногда проходит некорректная или недостоверная информация. Иногда надо быть активным в той части, чтобы донести информацию, правдивую информацию о том событии, о том, что происходит в регионе. Я имею в виду по своей части. И, конечно, и активно еще в той части, что... Сейчас веду в блоге у себя как раз непосредственно информацию об объектах кордонного наследия. Это популяризация, пропаганда того военно-исторического наследия, которое у нас есть. Потому что, на мой взгляд, это самая основная функция или функционал, то, чем должны мы заниматься. Вот через пропаганду, через популяризацию можно и лучше, скажем так, собственников, горожан и жителям донести информацию о том, что нас окружает и как это надо бережно сохранять. Ваша страничка на Фейсбуке безукоризнена с точки зрения высокодуховных публикаций о патриотичном воспитании детей, о стремлении сохранить и приумножить наследие. Но я-то знаю, что в вас живет авантюрист. Помните ту историю, когда мы собрались в Минкульте на тренинге, а накануне вы одним днем слетали на встречу с одноклассниками или выпускниками, гуляли сутки. И, тем не менее, галстук, утро, и мы увидели знакомого нам Шарпудина Маулиевича. Хаутиев любит позорничать? Ну, как и любому человеку, скажем так, не чуждо. И не надо в любом случае отдыхать, это нормально. Но я очень ценю... Вы знаете, что касается встречи выпускников, встречи с одноклассниками, это, наверное, как и в жизни каждого человека, есть свои какие-то воспоминания. И те отношения, которые у вас на всем протяжении были во время студенческой жизни, во время школьной жизни, они все равно остаются у тебя. И чем старше ты становишься, тем ценны тебе эти отношения. Вы следите за новостями? Да. Какие СМИ читаете, смотрите, слушаете? Сразу скажу, читаю я в том числе «Управду», редакцию, все, что выходит в «Управде», читаю непосредственно в «Народной газете», ну, все средства массовой информации, все, что касается Ульяновской области. Я не скажу, что я там избирательно подхожу, что-то для меня важное, что-то менее важное, нет такого, нет. Просто все равно делаешь какой-то анализ, берешь что-то существенное в любом информационном материале. Но есть, если я вижу какой-нибудь, если есть такие информационные ресурсы, где содержится информация, которая может быть неправдивая, и где это я вижу, соответственно, если это систематически, соответственно, я уже дальше такие информационные ресурсы не читаю. Вы родились не в Ульяновске, так? А где? Я родился в городе Назрай. Это Чечено-Ингушская, тогда была автономная Советская Республика. Ныне это Республика Ингушетия. Я знаю, что президент Ингушетии это Юн Узбек Ивкуров, а хочу спросить, нравится ли вам Рамзан Кадыров? Вы знаете, я для того, чтобы судить, нравится, я с ним лично, скажем так, не знаком. Имидж. По сохранению наследия, по подаче, по пиару. По сохранению наследия я ничего не могу сказать, по пиару, да, по, скажем так, по наведению порядка в республике, да, по тому, что сейчас произошло в Грозном, я имею в виду, как преобразился город, и как то, что было с Грозным после войны, и то, что сейчас стало, конечно, есть заметное улучшение. Скажите, пожалуйста, звучали ли предложения, или, может быть, у вас у самого были мысли уехать из Ульяновска? Вы знаете, нет. Я уже проживаю здесь, уже будет скоро 10 лет, и нисколько не жалею, что я сюда попал. И на самом деле, даже рад, что я живу в этом городе, и ценю то, что, по крайней мере, то, что сегодня работаю на этой должности, и то, что здесь сейчас у меня новые знакомые, новые друзья появились. Как вы воспитываете в своих детях любовь к родине? И что для ваших детей родина? Я, поскольку занимаюсь основной своей деятельностью еще военно-историческим наследием, по крайней мере, пытаюсь их, начиная от чтения книг, чтения русской литературы, прививать им любовь непосредственно в наших историях. И года два назад, по крайней мере, у меня была своя детская мечта побывать в Бресте, посмотреть Брестскую крепость. Тогда в Советском Союзе очень сильно показывали фильмы «Государственная граница», и у меня была такая мечта побывать там, и два года назад я дал с первой детям посмотреть этот фильм «Брестская крепость», а потом их свозил. Конечно, те ощущения, которые я испытывал, и, по крайней мере, мои дети, конечно, они еще больше прониклись в истории своей страны, истории вообще, скажем так, своей нации в том числе. Любовь к родине, я говорю, если так говорить, в объемном понятии, она начинается со всего. Это начинание от чтения книг, это знание своей истории и участие в каких-то движениях, общественных движениях. Вот мне кажется, вот эти моменты. Ну что ж, разрешите на этой красивой, патетичной ноте поставить, может быть, нет, не жирную, очень такую красивую, и даже не точку, а многоточие. Я очень хотела бы надеяться на то, что у нас с вами еще состоится диалог. С нами был человек очень тонкой душевной организации, Шарпудин Маулиевич Хаутиев, начальник управления по охране объектов культурного наследия. 100 вопросов, правда. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова